ДИСКЛЕЙМЕР 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 Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, это Люска и Вечность Катарина желала, ну а мы продолжаем, погнали! Здравствуйте, доктор, доброе утро! Что-то не так? Доктор Рю А, нет, ничего такого Я просто не привык к тому, что меня так называют Это необычное чувство Из-за того, что вас называют доктор? Доктор Рю Я снял очки, потёр переносицу Ах да, возможно я никогда не смогу привыкнуть к этому Это всегда напоминает мне, насколько я стар Хотя глубоко в сердце, сам всё ещё моложе всех остальных Но время проносится в мгновение ока Я знаю об этом, не понаслышке Но ведь доктор Рю всего трясать с хвостиком Это не так уж много Ты и вправду так думаешь? Конечно Люси словно сияла Без капли сомнения на лице Для меня больно видеть её Её чистую невинную улыбку И мне трудно удержать взгляд Я инстинктивно отворачиваюсь от неё Спасибо Так или иначе Как к тебе тут относятся другие люди? А, они всё очень добры к Люси Это хорошо Я беспокоился об этом Они учат Люси многим вещам Это потому что ты очень умная Им нравится учить тебя Это чё, чё за хуйня? Доктор, я принёс данные, которые вы просили А, спасибо, Эндрю Просто оставь их на столе Эндрю это андроид, который работал здесь ещё до меня Он прекрасный результат мастерской работы Я слышал, что в своё время Эндрю считался высококлассной моделью И его работой было сопровождение важных персон Отслужив своё время, он ушёл в отставку И теперь живёт простой жизнью В качестве патрульного караула на свалке Также он время от времени помогает в лаборатории Выполняя базовую работу вроде этой Его работа не слишком сложная Возможно, поэтому он и эксплуатируется уже так долго Тогда прошу простить меня Да, и Люси хорошо ладит с Эндрю Теперь он её лучший друг Я снова надел очки Похоже, у вас всё хорошо Да, каждый день полон впечатлений Блять Вот как Наблюдать за Люси в расцвете её юности Это единственное оставшееся удовольствие в моей жизни Но в то же время Это также одна из наиболее... Наибольших моих печалей Вы сегодня изучали что-нибудь новенькое? Да, Люси получила базу данных на сотни рецептов со всего мира Звучит великолепно Тогда не могла бы ты приготовить что-нибудь Чтобы я мог дать оценку? Конечно Чего бы хотелось доктору Рю? Что угодно Если это будет сделано тобой, то сойдёт что угодно Сегодня Люси изучала рецепты только из французской кулинарии Кулинарии Люси боится, что доктору Рю может не нравиться таким блюд Не стоит беспокоиться Я не слишком привередлив к еде Съем всё, что Люси приготовит для меня И не имеет значения, насколько вкус может быть неприятным Доктор, это неприемлемо Люси ругает меня Если вкус недостаточно хорош Доктор Рю должен дать Люси знать Тогда она сможет усердно учиться Чтобы в следующий раз получилось лучше Хм, я думаю ты права Хе-хе Тогда буду ждать Я рассчитываю на тебя Ну в принципе неплохой этот доктор Шестнадцатое октября Т Эпять школа Кстати Я отошёл от грёз Когда пришёл в себя, урок уже закончился А что такое? Последнее время что-то с тобой не так Что ты имеешь ввиду? Ну, ты теперь чаще таращишься в окно Я? Да Ты выдумываешь Вау, кажется ты даже не заметил этого Ты о чём-то беспокоишься? Не, ничего такого Уверен? Безусловно Ладно, как скажешь Так и быть, я тебе верю Сказал так, будто сделал мне одолжение Несмотря на то, что мне плевать, верит он мне или нет Странный чувак Как прошёл твой экзамен вчера? Как думаешь, что получил? Без понятия Был лёгким, тяжёлым Ну, я нигде особо не застревал Думаю, всё сделал правильно Ха-ха Так держать, умный паренёк Да, значит тебе ещё многое предстоит Странно слышать такое от лучшего ученика во всей школе Он просто смеётся надо мной Но это не значит, что я плохо учусь Я спокойно поддерживаю оценки на уровне выше среднего Так куда ты собираешься после школы? Ты уже думал об этом? Нет, пока нет Думаю, всё сойдёт Пока это не связано с роботами или инженерией Эй, да ладно Ты опять говоришь какой-то бред Ты ведь знаешь, насколько масштабна роботостроительная индустрия Ты будешь всю жизнь наслаждаться зарплатой из шестизначных цифр Это действительно неплохой способ жить Жизнь это не только деньги, знаешь ли Ах, ты так говоришь, чтобы не иметь ничего общего с работами Практически сразу он меня раскусил Проклятье А я ещё думал, что это звучало немного круто В любом случае, я не слишком хорош в делах с роботами Так что я не собираюсь идти по этому пути Хм, ты такой упрямый идиот Закрыли тему Когда ты собираешься представить меня ей? Кому? Ты знаешь Твоему андроиду Которого ты недавно нашёл Аааа, ты говоришь о Люсе? Ооо, что за милое имя? Должно быть она действительно тебе нравится Она представилась мне под этим именем Не я его ей дал Ладно, ладно Но ты и вправду должен познакомить меня с ней У меня нет на это времени Всё равно она тебе не покажется интересной Думаю, как раз наоборот Разве ты не говорил мне, что она совершенно новая модель? Она должна быть полна функций Возможно, я увижу что-то новое В моей голове возник образ Люси Надеюсь, в ней нет тех функций, о которых он спрашивает Он, наверное, будет разочарован, увидев эту пустоголовую идиотку Стоп, нет Если мы говорим о докторе Герси, ему может понравиться эта её сторона Нет, значит нет Просто сдайся Ооо, с тобой такой геморрой Игнорируя его, я покинул территорию школы Посмотрев назад, я обнаружил, что доктор Герс плёлся за мной Я решил оставить его в покое Он же не будет следовать за мной весь путь до дома Или будет? Сталкер Ну а потом я внезапно остановился посреди дороги Поначалу я думал, что мои глаза меня обманывают Мы за территорией школы Её не должно быть здесь Наверное, это другой человек Нет, другой робот с похожей внешностью Это то, о чём я подумал Ай, хозяин Но как только она заговорила, мои подозрения подтвердились Она начала бежать ко мне Не бросив ни единого взгляда Я притворяюсь, что не заметил её и продолжаю идти Хозяин Хозяин Весьма шумно, не так ли? Эй, разве там кто-то не идёт к нам? Тебе снова кажется Хм, действительно? Да Хозяин, хозяин! Хм, я почти уверен, что она зовёт нос Ты её знаешь? Нет, это должно быть кто-то другой Люська – это нечто Я игнорировал её до последнего момента Нам всё было напрасно В конце концов, Люся поймала меня Ха! Ха! хозяин у меня не было другого выбора кроме как остановиться она потеет как сумасшедшая как робот может быть она может она быть еще более настоящий лиси не знала что хозяин может бегать так быстро и как ты можешь быть настолько глупой если я специально тебе игнорируют а ты должна подыграть мне она снова наклонила голову я устала трясу головой не хочу быть замеченным с андроидом на публике но она видимо не в состоянии понять то ли вот такое тонкое тем не менее почему ты здесь это потому что люси хочет встретить хозяина по дороге домой разве ты не должна ждать меня напротив моего дома люси подумала что встретить хозяина пока он идет домой будет удобнее это не так это как раз наоборот ты не должна выходить так далеко просто жди дома в следующий раз ну никаких но больше никогда не показывайся здесь ладно если хозяин устаивает она выглядит очень разочарована тем временем доктор гир спускает слюни от волнения ей кто это это андроид андроид должно быть он заметил кот на ее животе и предмет прикрепленный к ее уху да я наконец сдался и решил представить своего андроида это люси валентайн также известная как пи а и м 001 больше я ничего не знаем так как она новая модель и раз уж она не из магазина у меня нет инструкций доктор гирс подходит к люси и начинает вроде везде копошиться вау 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 хозяин что такое этот человек знакомый хозяина да к сожалению привет я люси валентайн пожалуйста продолжайте заботиться о хозяине ты кто по-твоему такая говорить что-то такое хозяин насилия это плохо ее лица раздувается в в гневе тем временем доктор гирс все еще ахал от удивления вау все эти выражения лица она действительно андроид выглядит как настоящий человек ну да в первый раз я тоже был удивлен не могу поверить как далеко продвинулись технологии мое имя это не байка пак пак тусан это самый счастливый день в моей жизни с того раза как я занял пятое место в лотерее звучит довольно незначительно и вообще что за пак тусан и хотя бы запомнил хоть бы запомнил имя друга учитывая то как долго мы знаем друг друга да и думал твой имя доктор гирс ладно хватит шуток но твоя воля наконец исполнена что скажешь разве это не очевидно да она шикарно и леди робот говоришь тебя зовут люси да все правильно чувак какая великолепная модель какой-то вид андроидов домашний сложный вопрос с бесчисленным количеством встроенных функций и возможностей люси была создана для выполнения различных заданий ты умеешь есть люси можно только притворяться будто ест она не может попробовать еду ты умеешь плакать люси может имитировать элементы плача но ее слезы отличаются от нормальных человеческих ты умеешь делать что-то вроде ракетного удара окей я не знаю как далеко это зайдет он смотрит много того шоу и я уверен конечно люси может чего для каких это целей чтобы люси могла защитить хозяина от вреда хорошо я уверен что готов к вторжению инопланетян ее создатель либо гений либо псих скорее всего это и другое но к слову очень много странных шоу которые вовлекают в спасение мира карточные игры и девочек идолов может быть я не должен удивляться тому как футуристический андроид стреляет лазером из глаз ну что то еще люси не уверена что может называть это функцией но что там такое люси может перевоплощаться перевоплощаться да обычно она делала это в лаборатории исследователи должны дать ей роль и тогда люси начнет поиск полезной информации в интернете насчет того как себя вести им действительно это нравилось звучит довольно интересно для просмотра покажи мне что-то прямо сейчас кого ли все должна показать во первых как насчет секретаря болеющего за своего босса на поле для гольфа что-то вроде этого вам хороший удар это было круто держите выпивку неплохо неплохо тогда как насчет пьяные женщины в компании не хочешь повеселиться с нами милыми девчонками дальше мария антуана так если у них нет хлеба пусть едят пирожные как насчет детектива малыша с интеллектом взрослого правда только одно бойся не мечу то там ра именем моего дедушки я найду настоящего виновного уверена что нашла то ушел ладно просто пойдем дальше женщина с любовью к арахису ты посмел принести мне орехи в пакетике убирайся развернулся и пошел люди начали всюду тыкать пальцами студентка колледжа которая почти завалила оценки профессор я сделаю что угодно чтобы набрать проходный балл если профессор захочет достаточно как далеко ты зайдешь как далеко она зайдет мы узнаем уже в следующий раз а пока на этом все всем спасибо за просмотр и всем пока пока